Все, я передаю бразды. Спасибо тебе, Браздин. Очень хорошо. Пожалуйста, Лея Лемитовна, извольтесь. Так, а как их дальше двигать? Мне говорить, я буду делать дальше. А, хорошо, все. Можешь пока не двигать. Значит, дорогие коллеги, то, что я сейчас буду... Простите, пожалуйста, поправьте камеру, а то вас не видно. Видно, да? Да, вот так лучше. Так лучше. Носит характер таких предварительных наблюдений и соображений. И в дневнике 21-го года Кузьмин несколько раз упоминает, что стата читает о Моцарте. В одной из записей сказано «Упиваюсь книгой о Моцарте». Это 27 июня 21-го года. Комментаторы дневника за 21-й год не сообщают, какая именно книга оказала на Кузьмина столь сильное впечатление. И кажется, об этом до сих пор ничего не известно. Мне, по крайней мере, нет. Между тем, в 19-м и 21-м году в Лепсиге вышло двухтомное исследование о Моцарте Германа Аберта, блестяще эрудированного ученого-музыковеда, чья интерпретация музыки и личности Моцарта была необычайно близким восприятию сочинений Моцарта Кузьминым. Можно давать слайд. Она называлась «Вольфган Камадеус Моцарт. Тайны биографии. Свайбенде». И если Кузьмин читал именно эту книгу, то не мог не удивляться и не упиваться множеству совпадений с его собственным пониманием Моцарта. Но этот вопрос пока остается открытым, была ли эта книга или нет. Тем не менее, я буду ее довольно часто цитируть в этом докладе. Переводчик и автор вступительной статьи к русскому изданию, которая вышла в первый раз в 1978 году, книги Аберта отмечают, что для автора характерно, цитата, начинается стремление исследовать то, как, какими средствами музыка воплощает образы живых людей с их изменчивым, постоянно развивающимся существом, с их вечно меняющимися психологическими состояниями, с их способностью четко отзываться на то, что происходит вовне. Конец цитаты. Даже если Кузьмин не был знаком с этим трудом, чрезвычайно близок трактовок моцартовских персонажей у Кузьмина, уперных персонажей, интерпретация Аберта заставляет задуматься и заслуживает изучения. Немаловажно, что к этому исследованию биографии и творчества Моцарта часто обращается Георгий Васильевич Ичерин в своей книге о Моцарте, написанный в 30-е годы, но вышедший первым изданием только в 70-м году. Известно, что музыкальные вкусы Кузьмина оформлялись под влиянием его друга и отчасти ментора Георгия Васильевича Чечерина, будущего наркома иностранных дел в большевистском правительстве и автора книги о Моцарте. В 80-е годы Кузьмин и Чечерин учились в Петербургской 8-й гимназии и в их переписке интенсивно обсуждались не только литературные, но и музыкальные вопросы. Кузьмин вспоминает, что они, цитаты, изучали Моцарта вместе с Чечериной. Круг познания Чечерина был в это время гораздо более широким, чем у будущего поэта и композитора. В одном из ранних писем Чечерину Кузьмин дает оценку трём операм Моцарта. Кажется, дальше должен быть слайд, Анон Григорьевич. Из тех опер Моцарта, что я знаю, мои любимые «Сауэрфлюэте» и «Дон Жуан». Первая самая глубокая, гуманная, поэтическая, фантастическая, самая чудная германская опера. Вторая самая разнообразная, яркая и сильная. «Фигара я также очень-очень люблю». В 1991 году Кузьмин поступил в Петербургскую консерваторию, где он продолжал писать музыку, однако его привязанность к Моцарту сохранилась до конца жизни. Геннадий Шмаков в статье о Кузьмине и Вагнере, будучи одним из первых исследователей, обративших внимание на важность музыки австрийского композитора для Кузьмина, отмечает, что Кузьмин в своих высказываниях о Моцарте был достаточно искренний. Кажется, дальше должен быть слайд. «О своих пристрастиях Кузьмин говорил открыто, не делал из них никакой тайны, и только о своей любви к Вагнеру Кузьмин не говорил так определенно, как о Моцарте, Дебюссе или Равеле в его жизни». В докладе пойдет речь об оценках и характеристиках музыки Моцарта в дневниковых записях в прозе и отчасти меньше поэзии Кузьмина, где музыка преимущественно оперная, становится знаком определенных эмоциональных состояний, переживаний или мимолетных настроений самого автора записей, близких ему людей и некоторых его персонажей. Мы не ставим перед собой цели исчерпать в своем выступлении все параллели, которые Кузьмин находит в операх Моцарта своим психологическим состоянием, а лишь укажем на некоторые примеры, дающие, на наш взгляд, известное представление о том, как Кузьмин воспринимал музыку Моцарта, исполняя его оперы по клавиру, слушая их в чужом исполнении или воспроизводя оперные фрагменты в своей музыкальной памяти. В письме 907 года гимназисту, считавшему себя Дарианом Греем, Владимиру Руслову Кузьмин признается, «Я люблю в искусстве вещи» – это очень известное высказывание – «или неизгладимо жизненные, хотя бы и грубоватые, или аристократически уединенные, можно дальше переворачивать, не люблю морализирующего дурного вкуса, растянутых и чисто лирических, люблю старую французскую и итальянскую музыку Моцарта, Бизе де Либа и новейших французах Дебюсси, Равель, Ладмирош, Шоссон. Прежде любил Берлиоза, люблю музыку больше вокальную и балетную». Здесь цитату я оборвал, потому что там длинный идет перечень и не только оперных текстов. В начале этого длинного перечня Кузьмин разделяет музыку на неизгладимую жизненную и аристократически уединенную. Скорее всего, Моцарт, воспринимаемый Кузьминным в это время как преимущественно оперный композитор, не может считаться автором аристократически уединенной музыки. Понятие жизненности произведения искусства – одно из ключевых в эстетике Кузьмина. оно может означать и близость произведения к настоящему дню и его актуальность во всей эпохе. В статье 22-го года «Колебания жизненных токов», посвященной Юрию Аненкову, жизненность толкуется как динамичность, подвижность приемов художника, неподчиненного в своем поисках какой-либо общей теоретической концепции. Характеризуя творчество Юрия Аненкова, Кузьмин пишет. Можно дальше. Это необыкновенная жизненность, динамика, сильно развитое поэтическое воображение, частое обилие подробностей, разнообразие, почти неустойчивость приемов, конечно, при постоянном сохранении индивидуальности. По словам проницательного музыковеда, динамизм музыки Моцарта направлен, в частности, на внутренний мир героев его опер. Цитирую. «Душевное состояние, в котором все стремительно мчащийся поток, было для Моцарта особенно близкой стихии». Уже в XIX веке музыкальные критики указывали на тончайшую разработку Моцарта музыкальной характерологии в операх. Так, например, Чайковский в одной из своих критических статей писал. Чайковский сильно нелюбимый Кузьминым. Но в особенности Моцарт был мастер на музыкально-драматическую характеристику, и ни один композитор, кроме него, не создавал еще таких до конца выдержанных глубоко и правдиво задуманных музыкальных типов, как «Дон Жуан», «Дон Ана», «Лепорелло» и «Церлино». Это статья о представлении Дон Жуана. В начале XX века эта особенность музыкального стиля Моцарта подверглась подробному анализу. И теперь я уже цитирую из Аберта. Ему удались образы, которые при всей их простоте часто обладали непостижимой многосторонностью. Но главное заключается в том, что, в отличие от Гелюка, он видит их не в одном и том же постоянном неподвижном состоянии, в непрерывном движении, как это свойственно любому природному явлению. Столь же противоречивы те переживания, которые он отображает, как абсолютный музыкант. Вспомним, что и самого Кузьмина, и его творчество некоторые современники воспринимали в постоянной динамике. Обращалось внимание на многогранность его индивидуальности, смену противоречащих друг другу ликов. Александреец, раскольник XVI века, современный поэт, модернист, автор эротических произведений и так далее. На обращение в творчестве к разным жанрам, стилям и темам. В повседневной жизни и литературном быту Кузьмин отличался нервозностью и повышенной впечатлительностью, частой сменой настроения, что зафиксировано в его дневниках. Настроения могли сменяться очень быстро и возникать, как реакция на музыкальные произведения, исполняемые самим Кузьминым или близкими ему людьми. «Утром дети играли в четыре руки. Арии из Фигара, Оберон и Гугенот имелы с детства знакомые мелодии, настроили меня на жизнь в городе». Оберон – это Вебер, и Гугенот – это Мейербер. Кроме Моцарта здесь упоминается. 15 июля, это контраст 906 года, Вячеслав Иванов в письме Лидии Дмитриевне Зиновьеву и Аннибал зафиксировал совсем иное настроение Кузьмина, исполнителя Моцарта. «В четверг 13-го пришел ко мне Антиной, очень грустный, и пел прекрасно и трогательно из глюка Моцарта Шуберта «Все о смерти». Антиной – это одно из прозвищ Кузьмина в сообществе кофизитов. Здесь интересно, что Кузьмин не пишет об этом исполнении в своем дневнике, возможно, потому что Моцарт в 1910-е годы почти не связывается с темой смерти, по крайней мере, на поверхностном смысловом уровне кузьминских текстов. Все оперы, которые Кузьмин выделяет в творчестве Моцарта, как яркие или ему близкие, начиная с «Похищения» из Сираля, это либретто он будет переводить в 1920 году, этой оперы, и заканчивая волшебной флейтой, посвященной любовной теме. Исследователи начала XX века, изучавшие творчество Моцарта, в частности философы, приходили к выводу, что любовь является основной темой всего творчества Моцарта, то есть не только вокального, но и инструментального. Считается, что одним из первых на это господство любовной темы обратил внимание глава Марбургской школы философии Герман Коген в работе «Ди драматичшей идеи» и Моцарта с оперой «Текстин». Эта работа вышла в 2016 году, но ей предшествовала статья Когена в 2012 году вышедшая. Теперь перейдем, собственно, к конкретным примерам. В середине 900-х годов наиболее часто в дневнике упоминается опера «Свадьба Фигара». Как заметили недавно ушедшие от нас Николай Алексеевич Богомолов и Джон Малмстадт, лето 906 года проходит у Кузьмина под знаком именно этой оперы. В это время развивается его любовный роман с Павлом Масловым, о котором мало что известно, так как он не был человеком из интеллигентной среды и, по меткому определению исследователя, не был отягощен интеллектом. Поэтический цикл, посвященный Павлу Маслову «Любовь одного лета», пишется параллельно любовному роману, который приближается к своему финалу. Как известно, в это же время музыка оперы Моцарта исполнялась и на башне у Вячеслава Иванова, а также дома у Кузьмина. Со всей вероятностью восприятие музыки Моцарта Кузьминым как композитором было сложным и многогранным, и мы, располагая дневниковыми записями, видим лишь верхушку айсберга. Однако почти все тексты Кузьмина, где упоминается эта опера, направлены на выявление параллелей между переживаниями самого Кузьмина, его близких друзей и оперными персонажами. Вспомним также, что Кузьмин регулярно показывал свой дневник самым близким людям и, конечно, рассчитывал на их реакцию. Среди других персонажей чаще всего упоминается Керубина. Например, в общем, это такое очень важное знаковое высказывание. Кузьмин записывает, у Ивановых пели Арию Керубина из Фигера. Какое опьянение, какая любовь, как после писать музыку. Пока жалкая разбитая бренчанье моя музыка. Самов хорошо делает, что ее не приемлет, но я не могу не писать. Конец цитаты. Имеется в виду известнейший Арии с первого действия Войко Сапета. В русском варианте либретто рассказать, объяснить не могу я. Согласно либретто, Паша Керубина влюбляется в дочь садовника Барбарину, затем в невесту Фигаро Сюзанну и после этого в графиню Альмавио. А его необыкновенное волнение связано еще с тем, что он не понимает, что с ним происходит. По словам музыковеда, это неопределенное жаркое томление, все время стремится найти свободный выход для страсти, но затем поток новых чувств снова неудержимо увлекает юношу к новым циркам. Партия Керубина, как правило, исполнялась и исполняется женщиной, да, певицей Мицисопрано. Это обстоятельство превращало образ Керубина, по крайней мере, восприятие Кузьмина и его окружения, в амбивалентное и способствовало его переключению в икровой план. Внимание Кузьмина к этому музыкальному образу связано, возможно, с тем, что и сам Кузьмин много раз переживал подобное, но не тождественное муком Керубина любовное томление, расставаясь по разным причинам с любимыми людьми, испытывая сильную ревность и постоянно находясь в поисках подлинного большого чувства, основанного на взаимности. Образ оперного Керубина появляется и в дневнике 15-го года, но сходство с персонажем Моцарта переадресовано другому, Юрию Юркуну, который действительно станет настоящей любовью Кузьмина. Приведу цитату из монографии Бакамолова и Мальпстада, Роман Григорьевич, пожалуйста, поясняющих культурный статус Юркуна в пору знакомства с Кузьмином. А, у меня, значит, нет этой цитаты. Хорошо. Сделать такого человека своим открытым спутником Кузьмин мог, только подняв, если не до своего литературного раунга, то, во всяком случае, до раунга популярному билетристу. Видимо, он сразу осознал необходимость этого и взялся за воспитание из молодого музыканта, творческого человека. 3 июля 15-го года Кузьмин записывает. Все сидел и писал, смутно от войны. Сокращенно Юр, но Юрочка спит, как котеночек, помогает сынок Нон Пьен Драй, как поется Фигара. Ария Нон Пьен Драй, мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, в русском варианте либретто, звучит в финале первого действия. Это наставление, адресованное Керубином. Значит, Ария, это написано в ритме марша, военного марша, которого ревнивый граф Альмавива посылает на военную службу за неподобающее поведение. Юрию Юркуну действительно грозило в это время зачисление на военную службу в ополчении, но он был к большому счастью для Кузьмина, признан негодным для службы в сентябре 15-го года. То есть в это время еще не было этого известия. Но по записи видно, что процесс перевоспитания происходит. Керубин упоминается и в повести Кузьмина «Мечтатели» 12-го года, где героиня Зинаида Львовна, познающая форму любви к разным людям, говорит о предварительном этапе любви или предварительной фазе любви, которая ассоциируется у нее с Арией Моцартом. Знаешь, у Августина говорится о любви, и цитирует блаженного Августина, «а еще не любил, но уже любил любить, не имея кого бы любить, но любя любовь». То же самое можно сказать, это продолжение цитаты из Кузьмина, это героиня говорит, и про надежду. «Как неопределенная влюбленность предшествует любви». Помнишь опять Арию Керубина, которую ты поешь? «Так жизни в надежде предшествует неопределенная надежда». Кажется, эта цитата у меня есть. Проведение подобных аналогий с оперными персонажами Моцарта говорит о том, что многие свои и чужие, в том числе прозаические романы, с людьми не всегда отягощенными интеллектом, Кузьмин переводит высокие планы музыки Моцарта, авторитетного художника, чье первенство в культуре не оспаривается. Обращение именно к опере «Свадьба Фигура» может объясняться тем, что в этой опере, как и в пьесе «Бомарше», события происходят и переживаются героями с головокружительной скоростью, которые образуют параллель динамичному ряду событий в жизни Кузьмина. Если говорить о середине девицы соток годов, то он знакомится с Брюсовым, начинает бывать на башне Иванова, его приглашают в кружок кофизитов. С ограниченным числом участникам публикуется его роман «Крылья» и поэтические циклы «Александрийские песни». Кузьмин получает высокую оценку своим сочинениям со стороны самых известных авторов символистского круга. В таком головокружительном темпе развивается в это время его роман. В таком же, начиная с конца лета, угасают его отношения с Масловым. Кузьмин страстно выгружается в художника Судейкина и начинается его отношение с другим художником Константином Сомовым. После октябрьских событий 1917 года «Жизнь Кузьмина» очень сильно меняется. Об этом не буду говорить. В частности, для нас важно, что он начинает публиковаться в газете «Жизнь искусства» и входит в ее редколлегию. На страницах этой газеты, уже начиная с 1918 года, можно заметить стремление авторов оказывать влияние на формирование театрального репертуара. Кузьмин, считающий важной частью театрального репертуара оперу, публикует две аналитические рецензии на постановке оперы Моцарта «Похещение из Сираля» и «Козе Фантутта». Обе статьи перепечатаны в сборнике Кузьмина условности 1923 года. То есть, значит, он считал их очень важными. Очевидно, желание Кузьмина способствовать закреплению оперы Моцарта в театрах при новом режиме. В этих работах Кузьмина также отчетливо просматривается интерес к музыкальным характеристикам персонажей и музыкальной стилистике двух опер Моцарта. Здесь же он, просто замечу вскользь, публикует статью «Чехов и Чайковский», где настойчиво подчеркивают, что музыка Чайковского, как и проза Чехова, безнадежно устарелек и поэтому подлежат забвению. В итоге все случилось наоборот. Чайковский вошел в советский музыкальный канон, а Моцарта фактически нет. В 1921 году, когда Кузьмин читает, упиваясь книгу о Моцарте, появляется в печати стихотворение «Звезда дрожит на нитке» с эпиграфом «Сауберфлюэта», то есть «Волшебная флейта». При второй публикации в 1922 году добавлено название «Летучее дитя» с примечанием автора, что «Летающие мальчики» появляются в опере Моцарта «Волшебная флейта» и проводят, это слово Кузьмина, Тамина и Помину. В составе поэтического цикла «Пути Тамина» стихотворение получает название «Летающий мальчик». Замечу, что и в этом стихотворении в центре внимания оказывается оперный персонаж, однако это персонаж второстепенный. В лирическом сюжете стихотворения заметно изменяются оперные события и масонская символика, присущая волшебной плете. Так, например, в опере Помина и Тамина должны пройти испытания огнем и водой, и их там проводят три мальчика, которые спускаются откуда-то сверху, вот в такой корзине. И здесь важно именно, что их трое, число три, важная масонская символика, и встречается в других эпизодах «Волшебной флейте». В флейте стихотворения изображен страдающий от своей театральной роли герой. Вот дальше нужно найти, у меня стихотворение должно быть на слайдах. Вот. Значит, здесь 10 стров, и у меня не поместилось, поэтому на нескольких слайдах, но начало здесь видно. В начале третьей строфы, да, стих «Я, видите ли, гений», то есть он понимает, что он исполняет роль, и, в общем, понимает, что не очень он годится, предназначен для этой роли, которая плохо согласуется с его подлинным социальным положением, в конце стихотворения. Два последних стиха, это уже на следующих слайдах. «Я сам на самом деле всего лишь прачкин внук». Однако этот герой вынужден по каким-то неизвестным читателю причинам играть роль летающего мальчика. «Пройдем огонь и воду, глухой и темный путь, и пропускаю. Не страшны страхи эти, огонь, вода и медь добавляет то, чего нет в опере. Но страшно, что в квинтете меня заставят петь». То есть он занимает не свое место, он понимает, что это не его место, но для него самое страшное – это то, что его заставят петь в квинтете. И, насколько я знаю, там мальчики не поют квинтете, они поют трцетом, и иногда к ним присоединяется кто-то, то есть тогда получается квартет. И если мальчик так боится пения, то это, вероятно, значит, что у него нет музыкального слуха или он находится не на должном уровне. Одна из важнейших мыслей Кузьмина в этом стихотворении заключается в том, что в новых условиях музыка Моцарта скоро может исчезнуть, так как у артиста зачислен мальчик пролетарского происхождения и не имеющий надлежащей подготовки музыкальной и, возможно, не имеющий музыкального слуха. В заключительном стихе «Я сам на самом деле всего лишь прачкин внук» можно увидеть отсылку к циркуляру министра народного просвещения Делянова о сокращении гимназического образования 1987 года или так называемый «Указ о кухаркиных детях», как его потом начали называть. В указе было рекомендовано не принимать в гимназии и прогимназии детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей. Но отношение автора к своему герою здесь вполне сочувственное. Здесь мальчик – это персонаж страдающий. Его свобода стеснена какой-то внешней силой, которая в стихотворении не называется. Но всем понятно, что это за сила. Теперь уже в дневнике 1934 года Кузьмин довольно часто обращается к Моцарту. Мы знаем, что этот дневник написан более подробно, а не только внешние события в жизни Кузьмин фиксируется. И о музыке Моцарта он тоже говорит более развернуто. Помимо его любимых моцартовских опер и попыток осмыслить символику садов у Моцарта, Кузьмин снова, как и в 1900-е годы, первой половины десятых, стремится связать музыку Моцарту со своими жизненными переживаниями, почти лишенными теперь игровых, но не литературных коннотаций. В записи, которая сейчас на слайде, 14 сентября, отчетливо слышны Достоевско-Розановские интонации. Кузьмин констатирует, «Я потерял веру в личное бессмертие души, а это в данном вопросе о смерти самое важное». Так что все мои отношения к смерти – это отношения к черной дыре японской гравюры. Тупо черной и безнадежной. К тому же я знаю, что не смейтесь, если бы, смотря на облака перед закатом, какой-нибудь человек, которому я бы очень доверял и которого влюбил, стал говорить мне о том, что душа бессмертна, я бы сейчас же поверил. Или если бы хор запел на музыку Моцарта масонские слова о бессмертии. Только чтобы не было морали, и я бы плакал, 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 плакал до полного изнеможения. Подводя итоги, такие предварительные, конечно, итоги, можно сказать, что в дневникове записи Кузьмина 910-х годов, где упоминается ария Моцарта и художественная проза, которая описывает переживания героев как бы в переводе на язык музыки Моцарта, своеобразно компенсирует нелюбовь Кузьмина к психологизму в прозе. Но это тоже известно и понятно, что его персонажи рассудочны и эмоционально неубедительны. Как в мечтателях, так отчасти и в плавающих, путешествующих, например, где о Моцарте идет речь. И таким образом обращение к музыке она дает читателю музыкальным образом иную возможность постижения глубинных смыслов душевной жизни автора дневника и героев прозы. Названия арии рассчитаны на актуализацию музыкальной памяти читателей, их потенциальную способность связать между собой изображенную в тексте ситуацию и содержанию музыкального произведения, то есть и на уровне словесном, и собственно музыкальном. В дневниковых записях 1934 года появляется установка на исповедальность. Здесь Кузьмин вполне открыто стремится быть услышанным, поэтому необходимость реконструировать глубинный смысл прочитанного отпадает. Воображаемая здесь музыка Моцарта, а это траурная масонская музыка, написанная в 1785 году, не характеризуется как жизненная, но именно переживание этой музыки может помочь душе не умереть уже в трансцендентном мире. Спасибо. Большое спасибо. Теперь мы переходим к вопросам. Пожалуйста. А можно вопрос? Да, пожалуйста. Вот интересно, для Кузьмина эта музыка, она существовала в голове? Он с партитуры ее читал? Или все-таки для него важно было какое-то исполнение? И тогда какое? Ставили ли волшебную флейту в 1921 году? Кто пел Керубин? Вот как-то это имело значение для него? Кто исполняет музыку? Это очень много вопросов как бы сразу, да, вот по поводу в голове и исполнения и ноты. То есть, ну, конечно, Кузьмин был композитором, поэтому он не только мог исполнять это по клаверу, то есть по переложению фортепиано, да, но, естественно, он это помнил наизусть, и когда писал об этом, конечно же, он воображение это представлял, только мы не можем это реконструировать, да, насколько, какие отрывки, фрагменты вот в этот момент или в другой момент, нет. Нет, в 1921 году волшебная флейта не исполнялась. Вот я уже сказала, да, что чуть раньше, что в 1918 году исполнялись на сцене две опоры похищения из Сираля и Козьи фон Тутт. Что касается, вот, кто исполнял, я не встречала, может быть, я что-то просто пропустила. То есть было очень важно вот именно это внутреннее переживание, да, и, ну, может быть, вот не любят, да, психологизм в прозе, имея в виду роман, русский психологический роман 19 века в первую очередь, и ему, видимо, кажется, что вот в музыке это компенсируется, потому что в музыке, например, Моцарта, вот эти душевные противоречия, они гораздо динамичнее представлены, да, там параллельно могут быть представлены характеристики как контрапонт нескольких героев, да, а если речь идет об одном герое, об этом, и Абберт очень много пишет, и другие исследователи, да, что у героя меняется настроение, например, у Фигара или Сюзанна меняется настроение очень быстро, и это отражается в музыке, в этом было новаторство, и, как я понимаю, именно это Кузьмин подчеркивает, и именно это он вычитывает из музыки Моцарта, видимо, помимо всяких исследователей, как мне кажется. Спасибо. Еще? Если нет, то большое спасибо, было очень интересно, но музыкальная некоторая некомпетентность не позволяет нам столь внимательно входить во все цонкости доклада. Азиатова, а можно короткий вопрос еще? Да, пожалуйста, да. Я просто по поводу того, что Таня спросила, и, может быть, имеет смысл в связи с вашей темы, или посмотреть газету «Жизнь искусства» просто за несколько лет, потому что там Кузьмин был присяжным рецензиентом в этой газете, и он, собственно, музыки писал, а рядом там постоянно, очень плотно они писали о Моцарте и о постановках его разных, и тем более, что эта газета, довольно много номеров ее отцифровано, то есть их можно найти в интернете, не все, конечно, но кое-что есть. Спасибо. Нет, спасибо, я просто ее смотрела, и именно в интернете там просто очень многое не видно, но да, там параллельно с Кузьмином печатается Асафьев под псевдонимом Глебов, но это, кажется, будет чуть позже, и он как раз, у него другая линия, он очень много пишет про русскую музыку. Так, ну что ж...